Намаскар. Сегодняшнее видео называется «Почему возникает тревога?». Время от времени люди испытывают это тревожное чувство. Я думаю, каждый из нас хотя бы несколько раз в жизни он пережил это ощущение. Это такой тремор в самом центре груди. Вот здесь вот йогическое сердце находится, анахата чакра, и вот там мы испытываем вот это вот дискомфортное чувство. Оно такое угнетающее, неприятное чувство. Когда у людей это свойство не под контролем, оно доставляет разные проблемы. То есть может быть негативные мысли возникают, они одна за другой, ты фантазируешь на тему негативных вещей и ничего не можешь с собой поделать, просто это лезет, лезет тебе в голову эти мысли. Может быть бессонница, то есть ты просто не можешь уснуть и вот ворочаешься с бока на бок, а ничего не происходит, ты не засыпаешь. Ну и вообще в целом это неприятно, даже если в повседневной жизни оно преследует людей и днём, и ночью это чувство, и днём. И оно парализует, то есть когда ты вот в этом состоянии, это негативное состояние ума, вот в этом негативе у тебя, то есть оно отцепляет, оно создаёт блокаду вдохновения. То есть когда ты тревожишься, какое вдохновение? Нет вдохновения. Соответственно ты становишься беспомощным, соответственно ты становишься неэффективным в жизни. Поэтому понять нужно причины вот этого вот чувства, тревожности и понять, как его преодолеть можно, это чувство. Вот об этом сегодня будем говорить. Ну нужно понимать, что это вриття или свойство, тенденция ума, которая расположена в анахата чакре. То есть это чувство базируется здесь, в центре груди. И это чувство возникает только тогда, когда анахата чакра становится слабой, когда она становится обесточенной, то есть если произошла растрата энергии из анахата чакры, тогда на следующий день, пожалуйста, ты получаешь результатом депрессию, ты получаешь результатом вот эту тревожность. Как может произойти растрата, когда происходит мощный выброс эмоций? Когда мы выбрасываем эмоции в позитиве, энергия, она негативная, позитивная, нету такого, она энергия, да, и она, если ты её сбросил, эту энергию, потом её не хватает, и тогда свойства вот эти вот ума, они начинают выходить из-под контроля. Как бывает, вечером сидишь, ха-ха, хи-хи, то есть очень-очень здорово общаешься, у тебя анахата чакра простимулирована общением, душевностью, у тебя там окситоцин выделяется литрами, ты доверяешь другим людям, тебе прям вот вот, ага, ты весь мир бы объял, да, вот это вот ощущение. Но это нужно чувствовать интуитивно и из опыта нужно просто наблюдать за собой. Ты понимаешь, что вот сейчас я перехожу предел, я перехожу грань, дальше это моё состояние становится, то есть из гармоничного состояния вышли в дисбалансированное состояние, ну очень кайфово в этом дисбалансированном состоянии, ты уходишь в крайний-в крайний плюс, утром ты просыпаешься, что будет? Эмоциональное похмелье, эмоциональное похмелье, а это депрессия и тревожность. Поэтому нашей бабушке, ну вот моя бабушка, она мне говорила, не смейся, завтра будешь плакать. То есть тебе нужно немножко сдерживать себя, то есть ты понимаешь, всё, я пошёл в разнос, потому что завтра будет депрессия, завтра ты будешь неэффективным, то есть энергию сдерживать. Также может энергия расходуется, например, через болтливость. Ну вот в моей жизни, да, не то что там я болтлив, но мне нужно лекции постоянно давать. И когда ты даёшь лекции, и особенно ты, когда себя вовлекаешь очень сильно эмоционально в этот процесс, ты себя выжигаешь эмоционально. Если ты, допустим, даёшь лекцию раз в три дня, окей, но если ты даёшь её каждый день, это очень сильно тебя выжигает. Я вообще всегда думаю о учителях, которые работают в школе, и я просто вот, ну, склоняюсь перед ними, падаю ниц, потому что это абсолютно святая профессия, то есть это... Я не представляю, как шесть часов в день, каждый день работать с детьми и действительно доносить их какие-то знания. Мы должны целовать стопы наших учителей, которые за свои небольшие зарплаты, они ходят и делают из нас людей. Это, ну, просто нереальное служение, это очень-очень святая профессия. И на самом деле это тебя очень сильно истощает твою энергию. Вот, поэтому вообще люди, которые как разговаривают, да, это их профессия, вы найдёте, что они любят уединиться и молчать, сидеть, потому что они хотят восстанавливать свою энергию. Вот, это ещё один момент. Поэтому чем больше молчишь, тем больше у тебя сохраняется твоя энергия. Есть практика такая, мауна, мауноврата, то есть не произносить вообще слов. Накапливают столько много психической силы, что потом, когда ты что-то говоришь, это производит эффект на других, выплеск энергии. Те же люди, которые чирикают постоянно, чё-чё-чё-чё, чтобы он не говорил или что бы она не говорила, эффекта никакого нет, потому что силы-то нет в анахата чакре, вот здесь, вот это ещё один. Потом, свойства надежды и свойства тревоги взаимосвязаны. Они работают в паре, это две стороны одной медали. есть надежда, будет и тревога. То есть надежда она в плюсе, тревога в минусе. И постоянно ты идёшь между двумя этими состояниями, надеешься, ты думаешь, всё получится, и это тебя сподвигает, мотивирует. Потом раз перевернулся ум, и ты думаешь, ничего не получится, вот это может произойти, вот это может произойти, вот это может произойти. И ты себе напридумываешь много-много-много всего. В надежде ты тоже напридумываешь себе много всего. Вообще надежда — это позитивное качество. Где надежда умирает последней, кто-то из писателей сказал, а я бы убил её первой, эту надежду. То есть пока живёт надежда, ты живёшь, у тебя есть мотивация двигаться. Но на самом деле будет более мудрым искать мотивацию выше. То есть вот эту надежду можно переплавить из материального, материалистического чувства его можно превратить в чисто духовное чувство. И тогда вот эта вот тревога, она тоже превратится в чисто духовное чувство. Мне понравилось, как-то смотрел я фильм, называется «Властелин колец», шикарнейший фильм абсолютно. Вот потом вдохновился и книгу прочитал. И там был персонаж позитивный Арагорн, ну прям человек-мечта. И он прям вдохновил меня, духовно вдохновил. И он говорил такую фразу, он говорил, «Я даю надежду людям, я не оставляю её себе». Я сначала-то и не понял, что имеется в виду. Но меня так зацепило, я думаю, что это значит? А потом, когда до меня дошло, я думаю, «Вау, это же мощно!» Я даю надежду людям, я не оставляю её себе. То есть вот то, что я делаю, я делаю не потому, что я на что-то надеюсь, а потому, что это мой долг. Я выполняю свой долг. И пожну ли я лавры победы? Буду ли я, как говорится, со щитом или на щите? Погибну я, страдать буду или пожну лавры победы? Я знаю, что это есть мой долг, и он должен быть выполнен. И я даю надежду людям, я не оставляю её себе. Вау! Вот это да! Вот это вот вау! И вот когда человек живёт осознанием своего долга, но не в том смысле, как, знаете, вот есть вот долг, да? Должен. Ты работаешь на нелюбимой работе, ты вообще делаешь абсолютно нелюбимые вещи, ненужные, и ты думаешь, что это долг твой. Это не долг, долг — это твоё призвание, которое идёт изнутри, из глубины самого твоего сердца. Ты это делаешь, потому что ты глубинно знаешь, что я должен это сделать. Вот когда тебя это мотивирует, у тебя сердце остаётся сильным постоянно. Поэтому считается, что одним из качеств святого человека является Аша Паша Венермукта. Он навсегда оставил оковы надежды, навсегда оставил. Он больше не надеется, ни на что не надеется. Парадокс? Парадокс, но правда. Могут быть чисто физические причины. Вот четыре врити, четыре характеристики животной природы. В каждом из нас есть. То есть мы одновременно и рептилия, и животное, и всё это внутри нас сидит, все эти формы жизни. То есть мы эволюционировали из этих форм жизни, поэтому это внутри нас сидит. И у всех живых существ, у них присутствует четыре. Ахара-нидра-бхая-майтуна – еда, сон, страх и размножение. Вот четыре инстинкта. И вот эти четыре инстинкта, они все взаимосвязаны. Допустим, еда. Если много ешь, тебе надо много спать. Так ведь? Много ешь, надо много спать, соответственно. Много спишь – это стимулирует твой сексуальный инстинкт. Если ты много даёшь волю своему сексуальному инстинкту, тогда появляется страх. Как вот есть целое такое направление в йоге. Оно состоит в том, чтобы сублимировать свою энергию. Называется уртхварита йога. И там говорится – уртхварита деватабхавет. Тот, кто направил вот эту вот энергию, которая изначально нацелена на продолжение рода, тот, кто смог её трансформировать и направить её вверх – он больше не человек, но Бог в человеческом теле. Понимаете, да? Какие вещи могут случиться с нами, если мы действительно сможем сублимировать, трансформировать себя. А пока мы на вот этом уровне, то есть поесть, поспать и всё остальное, то получается, что нижние чакры, нижние центры, они забирают энергию. А верхний центр остаётся опустошённым. И вот эта вот пустота... Многие-многие-многие люди ощущают пустоту в своей жизни. Вроде всё хорошо, но пусто. И пусто, и пусто. Почему? Потому что энергии там нет, она не доходит до туда, она вся нейтрализуется на нижних центрах. Вот это тоже один, как бы, важный такой момент. Теперь, что нужно делать с твоей анахата чакрой? Ещё один момент. Анахата чакра... А, да, я ещё прям самые главные вещи-то не сказал. Вот анахата чакра – это прибежище внутреннего голоса. Сознание говорит с нами через сердце. Голос сердца – это голос сознания, голос божественного внутри нас. И вот анахата чакра – это граница между мирами. Три нижние чакры означают материальность, материальная жизнь. Три верхние чакры – это божественность. А посреди – мы, человеки. И вот анахата чакра представляет свою человечность. Человечность, в чём вот самая суть человечности, в чём самая суть человеческой жизни вне определённости? Мы никак не можем решить, то ли мне пойти по животному пути, то ли мне пойти по божественному пути. И вот каждое утро ты размышляешь – так, куда сегодня пойдём? По божественному или по животному? В писаниях говорится такая метафора, что человек стоит одной ногой на твёрдой земле, одной ногой в воде. И он не может стоять там вечно. Если он продолжит стоять, вода заберёт его и смоет, и унесёт. И если он сделает усилие, он встанет на твёрдый берег, встанет на твёрдый берег, и всё, и ему больше вода не страшна, он навсегда в безопасности. И вот такова же наша жизнь, то есть материальность внутри тебя присутствует, животность внутри тебя присутствует, и она там голосует в твоём парламенте. То есть вода постоянно течёт, она пытается утащить тебя с собой, но опять же есть внутри тебя божественность, и ты прилагаешь усилия, встаёшь на твёрдую почву. И вот внутри вот этого анахата чакры есть вот эта вот тенденция – голос сердца или совесть наша, совесть, чувство, внутренний голос. И вот если ты способен соединить свою надежду и свою тревогу с этим внутренним голосом, смиксовать их, собрать их в одну, в один поток, тогда что превратится с надеждой? Во что превратится надежда? Надежда перестанет быть надеждой, она превратится в веру. Что это за вера? Вера – это знание. Но знание не интеллектуальное, ты не понимаешь, ты не можешь никому объяснить почему, но ты твёрдо веришь, ты твёрдо знаешь, оно изнутри как фонтаном бьёт внутри тебя. И вот эта вера, то есть очень много примеров успешных людей именно за счёт веры. То есть каким-то образом вот они знают своё предназначение, слушают своё сердце и просто идут за голосом своё сердце. Они знают, что это есть моя судьба и я обязан осуществить эту судьбу. Что будет с тревогой? Тревога превратится в мечту, в видение. Этому миру чрезвычайно не хватает визионеров, то есть те, кто смогут увидеть будущее. Как это, знаете, кто он? Мартин Лютер Кинг. Мне вообще нравятся ораторы, то есть любо-дорого посмотреть, кто хороший оратор, мне прям нравится. И вот этот Мартин Лютер Кинг, он выступал, и у него вот это знаменитое выступление. Он говорит, I have a dream. У меня есть мечта. Я был там. Я был на вершине горы и я видел. Я, может быть, не приду туда с вами, но я видел землю обетованную. Я знаю, там все вот люди, которые чувствовали, что их угнетают, да, вот это вот движение, которое он поднял, да, за права чернокожих, американцев, да, то есть действительно он дал людям мечту, он дал надежду людям, которых давили и угнетали. Они поверили вместе с ним. И это что? Это та же самая врити, что и тревога в сердце в твоём. Но когда она материалистична, когда ты не слышишь голос своей души, она превращается в тревогу. Ты думаешь, 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 ты создаёшь много видений, ты создаёшь много картинок. Но при этом все эти картинки деструктивны, они только твой разум туда вниз заставляют двигаться. Но когда твой ум соединён с твоим сознанием, с твоей вот этой внутренней совестью, с твоей внутренней способностью, это на самом деле внутреннее зрение. Видеть истину, тогда ты видишь мечту. Ты видишь мечту, ты визуализируешь эту мечту, ты понимаешь её, и ты идёшь к этой мечте, как метеор. Вот оно что. И если вот у тебя вот это, ты мечтатель, как знаете, вот Битлз поют, да? I'm a dreamer, вот эта песня есть. Представьте, что нет чего-то там, что того и того ничего плохого нет, всё хорошее есть. Вот вы можете сказать, что я мечтатель, но таких много, таких как я, и присоединяйся к нам, и мы действительно можем это сделать вместе. Вот тогда вот анахата чакра находится в позитивном. Поэтому по сути как бы весь выбор жизни состоит в том, чтобы встать на берег. И опять, что я вам скажу? Семь бед, один ответ. Надо медитировать, правильно? Вы уже догадались. Потому что, когда ты медитируешь, ты действительно, вот это своё сердце, то есть ты свой ум подключаешь, ты присоединяешь его к божественной сфере. И там, ну просто, это как, даже интеллектуально ты это не понимаешь, не объясняешь, но просто, когда ты сидишь в медитации, что-то начинает тебя изнутри распирать, твой дух. И тогда приходит, вместо тревоги у тебя приходит это видение. Ты вдруг увидел, всё распахнулось перед тобой, и вдохновение. Вау, вон оно как. Всё, идём. И тогда тебе некогда волноваться о своём маленьком эго, о своих маленьких проблемах. Ты вот просто идёшь туда, вперёд к тому, что ты увидел. Понимаете? Ну а это вот поэзия, а проза — это что нужно, асаны делать, асаны. Особенно вот позу кобры, боджангасана, очень важно для снятия вот этой тревожности. Особенно там, ну асаны для анахата чакры, халасана помогает, поза плуга, поза создания идей, бхавасана. Да, ну вот эти вот в основном асаны. Поза скручивания, матьсиандрасана тоже влияет на анахату. И очень-очень важны танцы, йога-танцы. Танец каушики, важный. То есть ты, когда его танцуешь, прям позитив тебя начинает переполнять. И танец тандава. Тандава исключительно для мужчин. Вот танец тандава, он перенаправляет. У меня нету на канале ещё, я думаю, запишу в ближайшее время этот танец. Какого-нибудь брата поставлю и скажу, давай, делай. Вот и запишем. Он для мужчин, и вот этот танец, он настроен на то, чтобы поднять жизненную силу твою из нижних центров в верхний центр. И когда это происходит, особенно когда это первый раз с людьми происходит, и он первый раз ощутил вот это вот могущество его сердца, его анахата чакры, вау, это прям взрыв. Вот эти вот вещи нужно делать и будет хорошо. А голодание? Голодание очень сильно прочищает сердце. Когда ты один день воздерживаешься от пищи, воздерживаешься от еды, ну если здоровье позволяет, естественно. Прямо прочищается твой ум, прочищаются твои мысли, твоё сердце, и у тебя была вот такая вот вялость, никакой решимости внутри тебя не было, и вдруг раз чёткость приходит и решимость. Я всё смогу. Вот эти вот все йоговские методы, они нужны для того, чтобы преодолеть тревожность. И будет счастье, и будет мечта, и будет совершенный мир, который мы вместе построим. Уваскар Руд. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok